Гном завалялся в моем хозяйстве с давних пор. Стоял не при делах, ни разу не включался, даже коробка не распечатывалась. А тут, когда пришла пора заполнять бассейн водой, когда ребром встал вопрос, как греть воду до комфортной температуры, я, как утопающий, схватился за эту соломинку. Она, конечно, обломилась, эта соломинка, но, как говорил главный герой в известном фильме «Пролетая над гнездом кукушки», ну я хотя бы попытался, черт возьми, хотя бы попробовал. Так вот, посчитал я, во сколько мне обойдется прогреть 25 тонн воды, и сильно загрустил. И тут вспомнил, что у меня есть бочка на 5000 литров. Вода, в которой очень хорошо прогревается на солнышке. Ставим еще 4 бочки, и вопрос решен. Потом посчитал, во сколько это мне обойдется, и еще сильнее загрустил. Шутка. С самого начала планировал провести этот эксперимент. Тем более, для его проведения почти все было. Не хватало трубы, по которой буду подавать воду от насоса к бассейну. Раскошелился на трубу. Толстая труба 50 миллиметров. То, что надо. Сначала насос надо проверить. Вдруг нерабочий. Вытащил его на улицу, поставил в старую ванну с водой. Тяжелый насос. Наши насосы самые тяжелые насосы в мире. Включаю. Тишина. Проверил все цепи. Тишина. И пакетник сработал. Перегрузка. Все. Насос на помойку. Через некоторое время заработал. Ну, наверное, за кистом ротор. Но видели бы вы, как заработал. Просто фонтанировал. Соскучился насос по работе. Тишина. Работящий гномик. Игорь Негода. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!